Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 2 января, день Игнатия Богоносца. Священномученик Игнатий Богоносец был епископом в Антиохийской церкви. Когда он был младенцем, а сам Господь Иисус Христос жил на земле, Господь позвал к себе отрока Игнатия, взяв в руки и сказал, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И кто примит одно такое дитя во имя мое, тот меня примит». Так святой Игнатий и был назван Богоносцем, был учеником святого Иоанна Богослова. В этот день служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы он уберег жилище от всякой напасти. Рекомендуется рано утром обойти жилище со свечой и молитвой к святому. Сегодня своему дому кланялись в поезд, чтобы защитить его от зла. Выказывали почтение каждому помещению, амбарам, постройкам для хранения утвари, содержания животных. Народи считали, что дом – это хранитель семейных традиций. Также служили молебны и обносили крестным ходом иконы вокруг села для предохранения его от всякой напасти. Этот день был известен и как яблочный. Рекомендовалось стряхивать с деревьев ини снег для закладки будущего урожая и сохранения ветви. И чем больше снега получилось стряхнуть, тем больше урожай будет получен осенью. Так считалось в народе. С этого дня начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами, украшали дом. Все разучивали калятки, песни, шили карнавальные костюмы. Приметы. Какая погода сегодня, таким будет месяц август. Если на улице слякать и вьюга, значит холодным и дождливым. Если морозным и ясным, то жарким и солнечным. Если на деревьях сегодня ини, значит погода будет ясной. Звездное небо сегодня предвещает богатый урожай в течение всего года. Если синицы громко щебечут, жди долгие холодные дни. Так как ты трудишься, тебе надо посещать спортзал, поэтому мы добавим, так сказать, энерготоника, это меда. Меда мы добавим, ну, примерно пару столовых ложек. Больше не добавляем. Оп-ля. И еще разок все перемешаем. А вообще много меда можно есть? Я вот очень люблю, но все время волнуюсь, что не тяжеловат ли он для организма. Мед действительно очень полезный продукт, но везде надо соблюдать меру. Я думаю, что если ты тяжело трудишься, то грамм 50, это будет то, что надо, грамм 50. Но это примерно максимум полстакана, не полстакана, а одна треть этого стакана. Но это все-таки много. Итак, перемалываем. Так, теперь мы сделали с медом, чтобы вкус его был лучше. Еще разок пробуем. Попробуйте. Выскажите свое мнение. Так. Что скажете? Мне кажется, да, стал еще вкуснее. А, да, уже и слова прогладывает, да? Прям коктейль настоящий. Счастливый. Получился энергетический коктейль, который я называю целебный завтрак. Проросшая пшеница дает обилие микроэлементов, витаминов, причем живых. Которые сразу же пойдут вам в пользу. Организм укрепляется, плюс прекрасный вкус от меда, обилие зелени заставит работать ваш кишечник идеально. Понравился вам? Очень понравился. Этот, значит, завтрак можно использовать и утром, и вечером, когда вы пришли с работы, чтобы было легко и хорошо нашему организму. А, кстати, мне кажется, можно ли им, например, фруктовый салат заливать как соусом? Можно это заливать и фруктовый салат как соусом. И можно в наш вот этот целебный завтрак, основа, значит, это оряженка или что-то кисломолочное. Обязательно проросшая пшеница. Можем больше добавить творога. Можем меньше добавить творога. И дальше ждёт творчество. Можем яблочко добавить. Можем лимончика добавить. Можем добавить апельсинчика. Можем кинзы. Можем укропа. Можем всего, что угодно. Сельдерей. И получатся очень-очень хорошие вещи. Кстати, мы потихонечку будем всё это изучать и рассказывать о них. Это твоё мнение. Тебе понравилось? Да. Думаю, буду теперь всё время так готовить. Легко, просто, быстро? Легко, просто, быстро. И вкусно. Самое главное вкусно. Вот. А теперь это вкусно мне, вкусно тебе. А теперь давай спросим других членов твоей семьи, а понравится ли им бабушку и маму, то есть среднее поколение и старшее поколение, будут для него делать или нет? Да. Наливаем. Тебе уедушка? Так, ну, подходите вот сюда. Отлично. Берите и пробуйте. Главное, фигуру не пользуйся. О, насчёт фигуры. Знаете, как её будет сохранять? Ну-ка, попробуйте-ка её. Что у нас за завтрак получился? Вот начинаешь пить, уже запах такой необыкновенный. Запах необыкновенный, такого запаха, редко, когда бываешь. Пища в основном варёная и не содержит тех. Тут играет роль зерно. Зерно проросшено. И очень много вкуса. Мне кажется, много. И имбирь. Да, и имбирь играет. Чувствуется имбирь. И имбирь как раз будет укреплять наш организм перед вот этими осенними и зимними холодами. Я уже говорил, иммунитет и прогревать. То есть меньше будете мёрзнуть. Лучше будет ум работать. Энергичнее будет. Обмен веществ. А? Пейте, пейте. А слюна как бегит? Скажите, как слюна бегит? Геннадий Петрович, а Вы считаете, вот этого достаточно? Завтрак? То есть выпить полстакана или полстакана? Если Вы выпьете стакан этого напитка, этого целебного, так сказать, завтрака в виде напитка, я думаю, что Вам до обеда есть не захочется. При этом организм будет снабжён всем необходимым. Он же ещё создаёт объём, потому что здесь имеется клетчатка. Понимаете, вот бывает, что-то выпил или съел. Оно маленькое, как-то желудок не раздулся и хочется есть, есть, есть. А тут так, хоп, сразу всё будет. Да, удивительно, просто, быстро и так вкусно. Вот, можно вареница добавить. Мне кажется, достаточно. Вот сладости для меня, например, достаточно. Вот поэтому я и пробовал, чтобы сладости не переборачивать. Можно, конечно, полстакана убухать, и тогда она притокная будет. А так получается совсем иное. Хочешь, чтобы вода одна выпили? Ну, смотрите, если не хочется, у нас ещё стоит, у нас просто пары нет. Мы, как бы сказать, с Надей это волнуемся. Нам стакан будет. Ну, давайте, давайте, давайте. А, ну, потихонечку. А, хорошо, действительно. Надюша, а тут как раз делали-делали и обделили. Вот это то, что надо будет. Опа. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали – огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте Жития Святых или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли.